Девушки отдыхают И мы как мученики попадем в рай А они просто сдохнут Скоро уже год, как их страна развязала кровавую войну в соседней Украине Уже почти год рашисты убивают мирных украинцев и их детей Почти год простые россияне этому радуются Почти год десятки тысяч их мужиков дохнут вообще непонятно за что А им все как о стенку горов Надо побеждать на Украине Это основная задача, которая нас ждет в 23-м году Мы доверяем нашему президенту Это просто наша Россия Этих произведения хохлов просто жили Как бараны хором продолжают горлопанить Путин молодец, гордость за страну Войну нужно продолжать Нам все завидуют, нас все боятся И Россия, конечно, победит Я полностью с нашим президентом согласна Он все делает правильно Что я знаю, что нас все боятся Да, реально У меня много друзей за границей и нас все боятся Ну Россия всегда выигрывает Она никогда не проигрывает, это веками уже заложено Им обидно, что мы так шикарно живем в этой Европе Они завидуют нам Спасибо, что нам Господь Бог дал президенту Вменяемого, адекватного Сколько так называемых причин для начала агрессии против Украины Им выдали за это время Сколько из них абсолютно противоречат друг другу Неважно Каждый выбирает себе наиболее понравившуюся версию А то и несколько сразу И безоговорочно в них верит Зачем Майдан устраивали у нас на границах? Был же договор, что НАТО не расширяется на восток Они нам завидуют У нас очень много природных ресурсов Им хочется их получить Надо эту заразу выкорчевывать И по-быстрому, и серьезно Когда бандеровцев перебьем, тогда будет мир Знаете, кого россияне, согласно ВЦОМ, считают главным политиком 2022 года? Есть идеи? Путин? Ну, конечно же, сбрендившего деда, возомнившего себя недоцарем Петр Первый в Северную войну 21 год вел Он возвращал Да, а пока так и есть Возвращал Судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять Некоторые граждане РФИ и другого президента в своей жизни-то и не знали Родились при Путлере и, похоже, абсолютно не против при нем умереть Здрасте! Ну, Путин очень хороший человек на самом деле Мне нравится его, так сказать, политика Нам только молиться за него Ладно, уже их война не сильно волнует, но бункерный старикан на протяжении 20 лет страну разворовывал и лишь Ноги, а свой народ вытирал А сейчас, развязав войну в Украине, умудрился еще больше насолить своим же гражданам Но для них он, блин, главный политик 2022 года Мне Путин Владимир Владимирович очень нравится Его политика, его действия Он у нас молодец, он думает о людях, о народах, о нашем Стоит за свою страну и за свой народ Я считаю, что наш Путин молоток А может, правильнее не молоток, а кувалда? Согласно декабрьским опросам, Левада-центр почти 50% россиян между мирными переговорами и военными действиями выбирают второе А приблизительно 70% в целом выступают за войну Поддержка российских вооруженных сил в Украине остается высокой Однако произошло небольшое снижение 41% определенно поддерживают в ноябре 42 30% скорее поддерживают в ноябре 32 Нельзя было что-то откладывать, мы должны были это сделать То, куда-то, то мира, если зреет, то такая, зрело, зрело вот это, вот украинский нацизм и фашизм Наши права, это наша территория, их надо забрать Сколько времени прошло, а подобные опросы у малешенных из Мордора Очень сложно воспринимать и слушать без успокоительных препаратов Согласны? А сейчас что они творят? Когда они сожгли мальчика нашего, мальчика сожгли на костре На кресте Это был ужас, когда прислали мне ведючник И вот это все на маминых глазах Россиян абсолютно не волнуют, что сотни мирных украинцев, украинских детей Гибнут из-за российских ракет Более того, они откровенно ликуют и радуются этим смертям и трагедиям Вот реакции великодуховных граждан на последствия ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре Да, зачем хохлы устроили геноцид украинцев? Вредители какие-то, я в шоке с этих приматов Зачем уничтожать хохлов, когда они с этой задачей сами отлично справляются? Еще жестче их надо пиздушить А то вчера только подумал, куда делись их тревоги Красиво горит, праздник продолжается, нацисты сдавайтесь, если жить хотите Отметили прекрасным фейерверком Таким вот, как положено Приятно? Не буду скрывать, приятно И все им по барабану Критического мышления ноль И на все есть свой бредовый ответ Благодаря многолетней пропаганде Представители Мордора с легкостью находят объяснение любым провалом их армии И же с доброй волей в Херсоне, который еще не так давно Путлер пафосно и весело якобы принимал в состав Эрефии Это оказывается не такая уж и проблема Мы в 41-м сдавали большую территорию Советского Союза Вплоть до того, что под Москвой фашисты были И при Наполеоне Наполеон до Москвы доходил Одни шаг назад Два вперед Россия победит А если вы собираете негативную информацию, посоветую уйти отсюда Они даже не допускают, ну или не хотят допустить того, что могут в чем-то ошибаться или заблуждаться И как же выкручивает россиян, когда они слышат нелицеприятную правду? Вот телевизор, великой силы Галошек пошли воевать Резиновый в сапогах, и там, только в баре, это все разоровано Вот недавно одна жительница Эрефии в автобусе позволила себе эмоционально покритиковать так называемую спецоперацию Что сделали остальные пассажиры? Правильно! Выволокли ее из автобуса Но больше всего поражает тот факт, что граждане недовеликой и недодуховной страны вообще не парятся из-за того, что их же сограждане Их же родные, сыновья и мужья едут в качестве пушечного мяса на убой У меня как бы сын, он может попасть под это, но с другой стороны, если надо, значит надо Я так горжусь нашим президентом Он умный, все продумывает хорошо Ну гляньте на нее, она уже навсегда потеряла в этой позорной путинской войне нет ни соседа, ни знакомого, ни дальнего родственника, а собственного сына И что? Продолжает тащиться от рашистского фюрера Он молодец, дай ему бог здоровья А ничего, что ВВХ, которому ты так желаешь здоровья, отобрал жизнью твоего же сына? Ну клиника, ей богу! Или натуральный зомби-ленг? Надо вычистить полностью, ведь этот фашизм вычистить Мой сын за это погиб Или вот еще из последнего Матери и жены московских мобиков собрались, чтобы записать очередное видеообращение с требованием остановить, нет, не войну, а нарушение норм обеспечения орков Наши мужчины не были обеспечены должным образом инвентарем для строительства блиндажей, питьевой водой, генераторами Все вышеперечисленное было куплено за личный счет нас, родных, близких, мам и, конечно, наших друзей Этих дам не беспокоит самый логичный в данном случае вопрос Почему вообще нужно было начинать какую-то войну, чтобы туда их так называемых ребят отправлять? Их волнует, почему их отправили на передовую, считай, голыми, без оружия и поддержки Мы не смогли больше молчать Ребят отправили на передовую со стрелковым оружием, без техники какой-либо Без огневой поддержки, рации Они оказались в неравном бою, многие остались на поле боя Впрочем, ничего нового И все это логично Ну что еще может произойти с мозгами и, как видим, даже с базовыми моральными принципами и чувствами людей Если на протяжении стольких лет без разбора поглощать кремлевскую пропаганду По телевидению? Все правда Журналисты правду говорят Вот есть такие передачи, идут у нас 60 минут, большая игра, там еще еще много Телек стал для них неотъемлемой частью жизни Некоторые без пропаганды просто жить не могут и даже воспринимают ее как музыку Ну типа мед для ушей Музыку-то не слушаете? Ну а как же? Слушаете? Как же Малахова не слушать? Сейчас молодежь совсем не та Избаловали ее А кто избаловал-то? Да кто кто? Американцы кто? Вот именно Представьте, как сложно живется в РФ тем, кто видит реальность чуть более адекватно Имеет хоть какие-то зачатки критического мышления Организовать надо народу, а некому Опящих, буйных, малого Ничего хорошего нам не сведет И ожидать нечего в этой стране Телевизор надо поменьше смотреть, надо почаще гулять воздухом Представьте, каково это жить вот в таком обществе жертв Зет-пропаганды, коих в России преобладающее большинство Вы смотрите вообще телевидение? Или вы только смотрите Ютуб, где пропаганда одна? А на телевизии нет пропаганды? Нету Но дело в том, что на РФ и главная аудитория телека Это не только старшее поколение и пенсионеры Молодника, доверяющего Киселев ТВ И выдающего такие же упоротые пропагандистские месседжи Там тоже предостаточно Ну изначально позиция этой, господи Операции военные Это уберечь мирное население Это основная задача Мы братья И никогда мы не будем врагами Как бы ни старались Другие государства Вольной режим чокнутого тирана проник в сознание россиян И уже давно пустил в нем крепкие корни Напрочь разрушающие способность просто нормально и логично мыслить А многие еще и научились искусно прятаться под маской адекватности Ситуация не будет меняться на выборах Единая Россия будет всегда лидировать Я в этом не сомневаюсь На ваш взгляд нам нужны выборы в 24-м году президента Нет, по-моему, я в общем против Я уважаю Путина, нашего президента Поэтому я думаю, что хорошо, что он у нас у руля И пускай дальше будет Что они видят своими очами Из чего состоит их мир и представление о мире Из телевизора Собственно, а что им еще остается делать? Их рабский менталитет не позволяет требовать чего-то от власти Не позволяет требовать ничего даже от себя Чтобы хоть как-то изменить собственную жалкую жизнь к лучшему Придя домой со своей полетой работы Где он нахрен никому не нужен Где он унижен, раздавлен Где у него нет никакой надежды Где он приходит из говна на работе в говно дома Идя по говну, получая свою нищенскую зарплату там какую-то Ну, в общем, не жизнь, а мечта, в кавычках Все вокруг плохо, и только телевизор всегда поддержит Еще и объяснит, кто же во всем этом виноват Все, что он видит вокруг себя, это долбанный мрак А что он видит в телевизоре? Он видит в телевизоре врага Который этот долбанный враг, мрак, ему якобы организовал То есть не тот, кто ему рассказывает сейчас про этот мрак Ну, это очень легко Это человек, существо внушаемое И не хотят люди критически мыслить в этом смысле Потому что это сложно И пока черный ящик с экраном будет внушать россиянам Что во всех их бедах виноваты враги извне Кто угодно, но никак не они сами Их правительства граждане Мордора будут поддерживать Своего сумасшедшего фюрера и топить за войну Сталин выиграл Вторую мировую войну Победил Европу Она опять на нас прет Но есть важный моментик Пищей из зомбоящика сыт не будешь А на реальную еду у россиян с каждым днем Остается все меньше денег Зарплату не прибавляют А цены растут каждый день Что коммунальная оплата, что цены в магазине Граждане Мордора один за одним отмечают постоянный рост цен абсолютно на все Говорят, что 2022 год очень неприятно удивил И самое главное, что подорожание продуктов И, соответственно, падение доходов не останавливается Почему-то все растет, а зарплаты не успевают за ценами расти Я ощущаю, что все дорожает намного А доходы растут? Доходы не растут Ну, я смотрю, вы торгуете Больше ли стало у вас покупателей? Нет, меньше У людей денег нет Покупать больше или меньше стали? Меньше Люди, конечно, стали жить скромнее Это называется «санкции заработали» Напомним вам, что их РФ схлопотала не просто так А за то, что растоптала международное право И устроила кровавую войну в соседнем государстве И которую не желает останавливать Динамика положительная Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба Логично, что дальше будет только хуже Будет очень сложно всем Но Украина выстоит ВСУ обеспечит РФ и полное поражение А вот россиян в любом случае ждут очень непростые времена Которые будут длиться долго Мучительно долго Мы ввели сильнейшие санкции за всю историю Откидывающие российскую экономику в регресс на десятки лет А ее промышленность лишена каких-либо современных и критически важных технологий уже сейчас Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн Сегодня хуже, чем вчера И не знаю, будет ли завтра лучше, чем сегодня Выживаем, выживаем Уже под конец 22-го года жители недовеликой страны Очень хорошо почувствовали на себе последствия действий их пляшивого маразматика Все время же в рост цены идет За этот год больше покупателей, меньше покупателей? Покупателей меньше и намного меньше Оборот упал резко А цены подорожали, цены... ЖКХ подорожало, все подорожало В особенности загрустили пенсионеры Пенсия не прибавляется А цены растут Чего тут ничего хорошего, по-моему Только послушайте, как они готовились ко встрече нового 23-го года Какой праздничный стол они собирались накрывать? У меня его вообще не будет Стола этого новогоднего Потому что у меня пенсия маленькая, а ни на что не хватает В 21-м веке я ем анакомы, я ем гречку Чтобы кусочек мяса купить Ну колбаса для меня это праздник Я нынче отменила, сказала, ко мне родственникам не надо приходить Потому что на стол ставить, говорю, я ничего не буду Интересно, что многие из них пока еще не совсем понимают Ну, либо очень слабо осознают, почему же в России все несется в большую черную дыру Как думаете, сейчас связано вообще? А кто в лице? Государство, скребанное... Как думаете, с чем связано подорожание продуктов? А с чем подорожание продуктов? Кто его знает? Может, конечно, наш Путин хороший у нас президент То, что вот с этим вот, может быть, этой войной, может быть, и не хватает И будет не хватать еще сильнее Громкий свист в пустых кошельках уже скоро раздастся не только у пенсионеров В итоге все россияне лоб в лоб столкнутся с последствиями своей же бездейственности и отрешенности Пока мы спим, ничего не будет хорошего Пока это власть есть, у нас ничего хорошего не будет Когда они не смогут себе позволить не то, что не скоро раз в месяц покушать А даже на чудодейственные напитки денег не нашкребут Я в похмелье, и мне очень сильно плохо Вот тогда они все запоют совсем по-другому Станут сильно раздражаться не только на вымышленных врагов из НАТО А на телевизор и, наконец, на самого главного упыря всея России С одной стороны, его ждет громкое поражение в Украине С другой, он потеряет мнимую поддержку своего народа Все, чего так боится Путлер, уже воплощается в жизнь Браво! Многоходовка удалась